Привет! Вы смотрите «Как так?». Это проект о том, как так вышло, что в современном мире человечество все еще не бессмертно, и как так сделать, чтобы прожить эту жизнь качественно. Меня зовут Софья, и вместе с вами я отправлюсь искать ответы на эти и другие вопросы. Сегодня на территории Российской Федерации проживает более 140 миллионов человек, а если быть точнее, то 146 миллионов 425 тысяч. Все это люди разных полов, национальности и возраста, у них разные родные языки и часовые пояса, но у многих из них, а именно 5 миллионов человек, кое-что объединяет, и это диабет. В России, по официальным данным, с этой болезнью живет более 3% населения. Из них с диабетом первого типа 277 тысяч человек, со вторым типом проживает более 4 миллионов 580 тысяч человек. Стоит также сказать, что и здесь Россия далеко не на первом месте, и это хорошо. Это статистика распространения сахарного диабета среди населения, и Россия здесь занимает 176 место. Лидеры списка – Пакистан, Французская Полинезия и Кувейт. Там процент заболевших от 24 до 30. В Китае, ЮАР, Испании, Чили и США от 10 до 12,5%. И еще немного статистики по умершим на 100 тысяч населения. Россия здесь занимает 157 место в мире. Тройка лидеров состоит из стран океании. Третье место – Микронезия, второе – Кирибати, первое – Фиджи. На смертность в целом повлияла пандемия коронавируса, которая выросла даже в тех странах, где она до этого снижалась. Однако сейчас показатели намного ниже, нежели чем в 19 веке. Но тогда диабет сам по себе был редким и неизлечимым диагнозом. В издании Ослера «Принципы и практика медицины 1892 года» диабету посвящено всего 10 страниц, а туберкулезу – 65, и только 10 пациентов были поражены диабетом из 35 тысяч. В те годы, если вам в детстве диагностировали диабет, это означало лишь одно – вы точно не доживете до 18. Тогда не было никакого лечения, а в Европе вплоть до середины 1800-х годов больным предлагали употреблять смеси ингредиентов кровопускания и опиум. Но все изменилось летом 1921 года, когда два канадских ученых Фредерик Бантинг и Чарльз Бест получили экстракт атрофированной поджелудочной железы и ввели его больной диабетом собаки. Впервые за долгие годы удалось вывести из диабетической комы живое существо, и все это благодаря ему инсулин – незаменимый гормон, который играет ключевую роль в регуляции уровня глюкозы в крови. Но кто такой Фредерик Бантинг? Канадский ученый, долгое время занимавшийся медициной и биологией. На поиске лекарства от диабета его подтолкнула смерть друга детства. После успешного эксперимента на собаке Бантинг и Бест решили провести эксперименты на людях, чтобы убедиться в эффективности инсулина. Первый пациент, которому был введен инсулин, был 14-летний Леонард Томпсон, мальчик с тяжелой формой диабета. После введения инсулина Бантинг и Бест заметили, что состояние пациента, наоборот, ухудшается. Причина проста – организм отвергал чужеродный белок. Ученым срочно пришлось искать способ, как очистить инсулин от примесей. И в этом им помог Джеймс Колеб. Талантливый биохимик очистил инсулин, его вновь ввели Томпсону и, о чудо, уровень сахара в крови пациента действительно снизился. И он начал чувствовать себя лучше. За это в 1923 году Бантингу была присуждена Нобелевская премия по физиологии или медицине. Признание их открытий, сделанных в отношении инсулина. Это было заслуженным признанием и подтверждением важности его работы. Но на этом история диабета не заканчивается. Как известно, диабетики делятся на два типа – те, кто зависит от инсулина, и те, кто не зависит. Если верить статистике, то в России на сахарный диабет второго типа приходится 92,5% всех заболевших. А это более 4 миллионов человек, в отличие от пациентов с первым типом. Их всего 5,5%. Как так вышло? Давайте разбираться. В 1999 году Всемирная организация здравоохранения определила, что второй тип – это метаболические заболевания, развивающиеся вследствие нарушения или сниженной секреции инсулина. Проще говоря, это заболевания, вызванные нарушением обмена веществ. В середине 20 века растет процент людей с ожирением. Богатые углеводами и жирами пища, доступные автомобили, отсутствие надобности пахать в поле и ходить пешком, привели к тому, что по оценкам все той же ВОЗ, к 2035 году более 4 миллиардов человек будут страдать от ожирения. А еще давайте заглянем в продуктовую корзину современного человека. А что же там? Газировка, йогурт с фруктами, кетчуп, замороженные блинчики, колбаса. Все это углеводы. Пищеварительные системы расщепляют легкоусвояемые углеводы на сахар, который поступает в кровь. Когда уровень сахара в крови повышается, поджелудочная железа вырабатывает инсулин. Этот гормон побуждает клетки поглощать сахар в крови для получения энергии. Но по-прежнему остается много вопросов. Быстрые углеводы, они очень здорово, так скажем, меняют нашу жизнь, они приводят к избыточному весу, к отекам, к нарушениям даже психологическим. Когда человек отказывается от быстрых углеводов, переходит на более естественную пищу, конечно, очень быстро меняется вес. Особенно у молодых. С возрастом, конечно, тоже посложнее, потому что меняется метаболизм, присоединяются дефициты гормонов и так далее. Но вот именно у молодых это молниеносный эффект. А другой просто очень сложно отказаться от сахара. Потому что это самое вкусное. Да, это вот весь фастфуд, все вот эти вот, так скажем, вещи, которые считаются вкусными, они, конечно, содержат большое количество сахара в первую очередь. Поэтому они такие вкусные. Первый тип, так же, как и второй, у них есть генетическая предрасположенность. Но это не говорит о том, что стопроцентно будет диабет. Предрасположенность – это чуть больше шанс, чем в общем, так скажем, по популяции. Но первый тип – это действительно дети. То есть начало будет, в общем-то, в детском возрасте чаще всего. По факторам риска первого типа очень сложно сказать, потому что здесь невозможно это контролировать. То есть он либо будет, либо не будет. И, как правило, существуют триггеры, всевозможные вирусные заболевания. Но опять-таки все мы ими болеем. Никаким образом нельзя их исключить. А вот второй тип – это уже, конечно, неправильный образ жизни. Мы говорим про ожирение. Это самый основной фактор сахарного диабета второго типа. Конечно, генетика тоже. Но если на эту генетику у нас будет наслаиваться плохое питание, малоподвижный образ жизни, курение, алкоголь, ожирение, избыточный вес, то тогда, конечно, человек сильно увеличивает шансы этот сахарный диабет второго типа получить. Но это, конечно, чаще взрослый, потому что на то, чтобы все эти факторы сработали, нужно много лет, и, как правило, человек уже будет более старшего возраста. Симптоматика. То есть это его жалобы. Жалобы на то, что он часто ходит в туалет, то есть это часто мочи и спускания, жажда. Причем есть такая склонность употреблять именно холодную воду, повышенное употребление холодной воды. При первом типе будет еще похудение. Плюс, конечно, это плохое самочувствие, да, там головокружение возможное, слабость и так далее. Но если мы говорим про первый тип, симптоматика будет развиваться очень быстро. И, скорее всего, если пациент повремя не обратится, мы уже получим, так скажем, при кому или кому. Если мы говорим про второй тип, эти симптомы могут быть настолько малы, что пациент на это не обратит внимание, он будет годами ходить, и где-то случайно в рамках какого-нибудь профосмотра или какой-то случайной сдачи он просто узнает про свой сахар крови. И комы, конечно, при втором типе – это очень большая редкость и, скорее всего, не случится никогда. Физическая нагрузка – это очень интересный механизм, который позволяет небольшое количество глюкозы, небольшое, я еще раз подчеркиваю, да, усвоить без инсулина. И получается, что снижается потребность в инсулине. Но здесь я особо хочу подчеркнуть, что небольшое количество. Почему? Потому что я знаю, что существует миф о том, что можно только физической нагрузкой вылечить там и диабеты первого типа, да, и так нет. Нет, это миф. Невозможно так сделать, если у человека действительно выраженный действитель инсулина, особенно при первом типе. Это никакая физическая нагрузка, даже круглосуточная, не спасет нас, да, от необходимости все-таки вводить инсулин. А так физическая нагрузка дозированная, регулярная, это очень важно. Она действительно помогает снизить потребность в инсулине. Это, конечно, помогает нам плавнее и аккуратнее компенсировать пациента, чтобы не было постоянных скачков сахара. Ну, так скажем, не секрет, что огромное значение – это, ну, так скажем, большая часть успеха, особенно у тех пациентов, кто уже с преддиабетом, да, потому что лечить его, по сути, нечем. У нас нет таких препаратов, которые бы специально работали на преддиабет, их очень мало. Соответственно, мы, конечно, упаваем на изменение образа жизни, да, на снижение веса, на физическую нагрузку, на изменение питания, изменение диеты. Если мы говорим уже про наличие диабета, нормально, адекватная диета нам все равно очень сильно помогает, потому что каким бы прекрасным ни был препарат, он все равно не работает так, как работает естественный инсулин, естественная поджелудочная железа, да, даже когда мы говорим про инсулиновую помпу. Все равно зачастую мы понимаем, что если пациент там привык есть там торты, сладости и так далее, что просто тот же самый инсулин просто не успеет догнать, да, и что мы будем иметь высокий сахар. Поэтому, конечно, мы всегда даем ему, так скажем, рекомендации, мы не можем его заставить. Наша задача как врачей все-таки подстроиться под ту жизнь, которую ведет пациент. Но мы в любом случае должны, конечно, озвучить тот факт, что если питание будет адекватным, диета будет адекватной, то шансы на успех сильно повышаются. Кортизол, он помимо всего остального, это вообще очень уникальный гормон, но если мы говорим с точки зрения диабета, основная его функция, если мы говорим с точки зрения диабета, тут имеем в виду, да, это повысить сахар крови. Соответственно, он будет постоянно идти против инсулина. И если человек здоров, да, то мы можем этого не заметить, потому что его, собственно, инсулин это скомпенсирует, он это как бы выровняет, так скажем. А если человек диабетик, у него не хватает инсулина вообще, в принципе, для обычной жизни, да, тут еще высокий кортизол, скорее всего, мы, конечно, увидим очень значимое большое повышение сахара крови. И тут дело даже не только в нервничестве, с этим связан еще и прием кортизола, да, то есть когда там лечили тот же самый острый коронавирус, на инфекцию было большое количество назначений пронизолона, то, конечно, мы видели высокие сахара, это правда. Второго типа. Ну, желаете, конечно, свою генетику, насколько вам вообще светит, так скажем, да, получить этот сахарный диабет. А если уже вы понимаете, что все-таки в роду есть где-то там у кого-то, что у вас есть шансы максимально здорового образа жизни, конечно, без перегибов, я не хочу сказать, что нужно там совсем голодать, ничего не есть, нет, но мы говорим об адекватном питании, простыми продуктами, да, приготовленными продуктами, мы говорим о том, чтобы избегать большого количества сахара, быстрых углеводов и всевозможно переработанной этой пищи, да, фастфудов, и мы, конечно, говорим об адекватной физической нагрузке. Каждый раз, когда меня спрашивают, ну, сколько, сколько, надо ли-то, на самом деле существуют нормативы, минимум 150 минут в неделю у пациента должна быть физическая нагрузка. Желательно, конечно, регулярно, ежедневно. И желательно физическую нагрузку все-таки иметь адекватную, регулярную. В каком смысле? Если мы с вами сравним два варианта. Первый вариант – пациент, человек каждый день чем-то занимается, там ходит, может быть, бегает немного, да, может быть, там плавает. А второй вариант, что вот он, например, ведет там малоподвижный образ жизни, но два раза в неделю на час там ударно занимается силовыми какими-нибудь там тренажерами. Вот первый вариант лучше. Это дает меньше стресса организма, меньше выброс кортизола, потому что кортизол тоже выбрасывает синфетическую нагрузку, да. А более ровное, так скажем, состояние и, конечно, гораздо лучший эффект. Лучше пусть он каждый день там 15 минут на велосипеде, чем вот ударно раз-два раза в неделю, там с большими весами, где-нибудь там в тренажерке. Это единственный, так скажем, способ. Но да, все равно шансы резко снижаются, но мы не можем гарантировать, что никогда-никогда в жизни не будет. Может быть, где-то через 20 лет, через 30 лет. Может быть, пациент не доживет, так скажем, до диагноза. Хороший восход. Ну, в принципе, да. Но гарантии никто не даст, но то, что у вас будет значимо меньше шансов заболеть, у вас будет значимо, так скажем, больше шансов, что вы будете здоровы, что касается сахарного диабета, это да, это доказанные вещи. Но 100% гарантию никто не даст. Итак, вот инструкция о том, как заболеть диабетом второго типа. Мало двигайтесь, много нервничайте, усердно питайтесь жирной пищей. Предпочтение дается кандидатам, у которых есть родственники с сахарным диабетом. Если вы проживаете в России, то можно сказать, что вам повезло, так как в нашем государстве существует такое постановление, как О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения от 30.07.1994 года, номер 890. В данном документе четко прописано, кто может рассчитывать на бесплатные лекарства. И прежде чем уважаемые зрители начнут возражать, да у нас все не так, где это видано, видано, и это так. Меньше всего повезло жителям США. Почему? Давайте сравним стоимость инсулина в России и в Америке. Сейчас пачка инсулина стоит в районе 1000 рублей или 10 долларов США. В Америке же 98 долларов 70 центов. И это самая высокая цена в мире. Для сравнения, в Турции за инсулин вы отдадите порядка 3 долларов, в Германии – 11. Как так вышло? Помните, вначале мы рассказывали об открытии канадских ученых? Так вот тогда Фредерик Бантинга решил, что патентование жизненно важного препарата – дело несправедливое, и поэтому продал патент на инсулин университету Торонто за 1 доллар. Он хотел, чтобы препарат был доступен для всех. Но выяснилось, что университету банально не хватает мощностей для производства инсулина в промышленных масштабах. И тогда канадцы обратились к фармацевтическим компаниям. Так, обладателем перспективного патента стали три компании – американская «Элли Лили», «Нова Нордикс» и французская «Санафи». Таким образом, работающий человек заплатит за инсулин 600 долларов при наличии страховки, а гражданин без нее будет вынужден тратить 2500 долларов в месяц. И если для всего остального мира данный нюанс решается при помощи законодательства, а государство является единственным покупателем лекарственных средств, то в Америке оно лишь выделяет дополнительные деньги на приобретение препаратов. Связано это с тем, что Штаты – одна из последних стран, где нет развитой системы здравоохранения. Но почему нельзя просто взять и отобрать патент? Он же не вечный. Да, в Америке патент выдается максимум на 20 лет. Но компании всеми правдами и неправдами стремятся продлить его при помощи вторичных патентов, вносящих небольшие изменения в изобретении. Именно так один из самых популярных препаратов инсулина в мире – «Лантус от Санафи» – имеет патент до 2031 года. И в России вы его купите за 3000 с чем-то там рублей, а в Вашингтоне вам его продадут только за 438 долларов, то есть за 42 тысячи рублей. Стоит отметить, что во многих странах, такие как Россия, Китай и Индия, есть национальные производители инсулина. И в том числе из-за этого ценовая политика на лекарства лояльнее, чем на Западе. Инсулин, то есть тут не надо ничего. То есть это стопроцентная инсулинотерапия с первого дня, заболевание с первого дня диагноза. Если мы говорим про второй тип, то на самом деле групп препаратов очень много. Это и препараты, которые работают с весом, снижают вес. Это и препараты, которые улучшают чувствительность к инсулину, который еще есть у пациента свой. Это и препараты, которые выводят сахар, например, с мочой. Это препараты, которые стимулируют выброс инсулина в поджелудочном железе. То есть в принципе спектр большой, и мы, в общем-то, у нас есть из чего выбрать. И мы индивидуально каждому пациенту подбираем тот вариант, который ему подойдет. Потому что у каждой группы есть свои противопоказания. И самое главное, у каждой группы есть свой диапазон эффективности. То есть мы, будучи врачами, уже понимаем, насколько все-таки потянет конкретно этот препарат, скомпенсировать конкретно этого пациента. И еще хочу заметить, что в эндокринологии некоторые вещи поменялись несколько лет назад, и мы каждого пациента компенсируем индивидуально. Какому-то пациенту нужно прям очень резко, так скажем, сильно сахар снизить, какому-то нежелательно это делать. Поэтому каждый индивидуально подбирается. Считается, что при втором типе больше шансов осложнений по одной простой причине. Второй тип долгие годы ходит без диагноза, и поэтому чисто технически как бы раньше начинаются осложнения. Но это только потому, что они могли 5 лет не знать о своем сахаре крови, у кого даже, может, больше, так, по сути, по патогенезу вообще, по развитию, по механизму развития, высокий сахар крови при первом или при втором типе, в любом случае, придет к осложнениям. Нет никакой разницы, какой тип. Разница есть только в компенсации диабета. Чем лучше компенсирован пациент, неважно с каким типом, тем меньше у него шансов, и, возможно, позднее будет развитие хронических осложнений. Что значит компенсации? Это значит держать хороший сахар крови. С помощью препаратов, с помощью диеты, с помощью физнагрузки, с помощью, в общем-то, огромного количества препаратов, существующих на рынке. Но самое главное, чтобы был сахар крови максимально приближенный к тому, который желательно иметь данного пациента. Мы живем в век доказательной медицины. Но до сих пор многие из нас верят в то, что употребление гречки поможет снизить уровень сахара в крови. Лежит, что при сахарном диабете нельзя есть белый хлеб, так как он повышает уровень сахара в крови сильнее, чем черный. Так далее и тому подобное. Если разбирать бабушкин шкаф из мифов и убеждений, то кажется, что нет никакого спасения. Гречка не поможет, хлеб никакой нельзя, компот из крови единорога при полной луне в 3-4 апреля тоже не поможет. Сплошная тоска. Бывает, были пациенты, которые свято верили, что если ровно 2 года они будут жить на гречке, на кефире, то диабет сам уйдет. Ну, нет, конечно, не уйдет. С гречкой это связано с тем, что существовало раньше-таки народные методики, что можно есть только гречку. На самом деле гречка – это обычно продукт. Социальным гликемическим индексом. Он также содержит углеводы. Просто индекс гораздо ниже, чем, например, у манной крупы. Да, это правда. Но это не говорит о том, что, так скажем, приемом гречки диабет может куда-то уйти. Нет, конечно, нет. То есть этого не существует. Если пациент наш ест гречку, он также ее считает по углеводам. Он считает, сколько он съел. Особенно если он на инсулине, ему нужно посчитать дозу инсулина. Это все так же рассчитывается. Поэтому, к сожалению, мы пока не в состоянии целиком, один раз и навсегда, вылечить диабет, какого бы то ни было типа. То есть мы можем скомпенсировать пациента, мы можем удостовериться, что у него хороший нормальный сахар. Но сделать так, чтобы диабет совсем ушел, и при этом пациент может делать все, что угодно, есть все, что угодно, и ничего при этом, ему, скажем так, не будет. Так пока нет. Нет таких способов в мире вообще ни в одной стране. Ну что, мы с вами все о грустном. Может, есть хоть капелька света в этом океане тьмы? Есть. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первое в мире лекарство для профилактики диабета первого типа, а именно иммуносупрессор теплизумаб. Одним из крупных исследований, подтвердивших эффективность теплизумаба, было исследование, проведенное на детях и взрослых с высоким риском развития диабета первого типа. В этом исследовании участники, которым был назначен данный препарат, продемонстрировали значительно меньший риск развития диабета первого типа по сравнению с пациентами, получавшими плацебо. Однако, несмотря на эти обнадеживающие результаты, есть еще много работы по определению оптимальных дозировок, продолжительности лечения и потенциальных побочных эффектов. Дело в том, что первый тип – это аутоиммунная деструкция. То есть когда, если очень грубо говорить, иммунная система работает против нас. То есть она начинает атаковать нас же, по какой-то причине не узнавая определенные клетки. И действительно было несколько препаратов, которые пытались использовать для того, чтобы остановить эту атаку и спасти те клетки, вот эти клетки, продуцирующие инсулин, бета-клетки, которые еще у человека остались. Но вот на данный момент, так, чтобы препарат был сертифицирован, это только Т-плизумаб, да, но опять-таки мы говорим о том, что там пациенты с высоким риском, да, то есть родственники пациентов с диабетом первого типа, и у кого уже обнаружились эти иммунные клетки, но еще самое-самое начало, когда еще не атакованы бета-клетки, либо если они даже атакованы, то сахар крови все еще нормальный. И этот препарат помогает отсрочить развитие симптоматического диабета. И речь идет максимум об 1-2 года, да, то есть в рамках исследований они показали примерно где-то вот в первый год после инъекции, там, так скажем, 2 недели, да, идут инъекции, в первый год максимальный эффект, то есть практически очень низкий шанс заболеть диабетом первого типа, во второй год уже шанс увеличивается, и к третьему году они уже, конечно, больше и больше шансов получить диабет первого типа. Все равно мы говорим о том, чтобы немножко отсрочить, пока очень сложно лечить аутоиммунные заболевания, очень сложно каким-то образом перепрограммировать нашу иммунную систему, да, и каким-то образом остановить ее от атаки. Мы пока пробуем хотя бы немножко отсрочить этот момент, который происходит, будем надеяться, что в будущем что-то будет еще. Если мы говорим про первый тип, сейчас максимальное, так скажем, усилие – это изобретение искусственного подслуживания железы, по сути, это будет инсулиновая помпа, но которая будет… На данный момент инсулиновая помпа давно существует, да, мы их устанавливаем достаточно много, часто, желающим, но инсулиновая помпа – это аппарат, которым все равно руководит человек. Он вынужден каждый раз сам считать инсулин, вводить, нажимать эти кнопки и так далее, да. Сейчас потихонечку появляется аппаратура, которая сама анализирует сахар крови человека и, соответственно, принимает решение так, чтобы, так скажем, держать вот этот сахар крови в норме. Это что касается первого типа. Были также разработки по так называемому умному инсулину, да, это вещество, которое будет тоже как-то, так скажем, реагировать только на высокий сахар, а не просто там сделал укол, вот тебе эффект, да, нужен он или не нужен, неважно. Если мы говорим про второй тип, то большинство сейчас направлено, конечно, на коррекцию веса, потому что коррекция веса при втором типе – это очень большой успех, это очень хорошее улучшение состояния сразу, особенно если эта коррекция была сделана все-таки в начале заболевания, да, то есть там вот максимальный эффект мы можем получить. И большинство препаратов, которые сейчас и сертифицированы, существуют на рынке, это глюкогоноподобный пептид-1, да, соответственно, аналоги его. Это Аземпик, то, что мы все знаем, сейчас очень-очень он популярен во всем мире. Это вот как раз-таки снижение веса, это как раз-таки компенсация сахарного диабета, да, и максимально естественное действие на подзелудочную железу, чтобы санитировать нормальную ее функцию, да, то есть чтобы вот именно было не насильственное ее, так скажем, выжимание из нее инсулина, а максимально нормальную физиологию того, чтобы она вырабатывала инсулин. И, конечно, снижение веса, снижение аппетита. Это прямо для нас очень важно, потому что 99% пациентов с сахарным диабетом 2 типа имеет избыточный вес. Соответственно, это вот то, что есть сейчас. В диабет действительно тихая пандемия, и с каждым годом число заболевших только растет. Нам стоит внимательнее относиться к своему здоровью, не вестись на мифы и доверять только проверенным источникам. Этот выпуск мы сняли совместно с Институтом фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета в симуляционном центре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова